книга открытым оком том 1 вопрос 189 тема смерть можно ли тело умершего в том числе и христианина кремировать отвечает игнатий тихонович лапкин если бы мы жили с первыми людьми на земле и кто-то загадал бы загадку нам о том что можно сделать с телом человека то мы могли бы дать только один ответ книга бытие 3 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб да коли не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься здесь и толковать нечего все ясно и недвусмысленно слово возвратишься означает как будто придешь на родину туда откуда ты вышел разлагаясь человека распадается на составные химические элементы находящиеся на земле господь напоминает что исходный материал из которого ты образован есть прах и только превратившись в прах ты совершишь полный цикл назначенного тебе возвратишься по назначению но премудрость соломона 224 завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывают ее принадлежащие к уделу его завистью того же дьявола человек стал противиться богу чтобы только не превратиться в прах не возвращаться на родину а продолжать блуждать по ковчегам по антиминсам по мавзолеям по саркофагам что это как не вызов богу не противление ли предволей всевышнего кремировать то есть сжигать а иногда этот пепел распылять над водами реки морей бросать на съедение птицам зверям и рыбам иногда бальзамировать вымачивать в различных растворах и выставлять на показ людям в мавзолее иногда раскапывают обретают эти мощи и также выставляют эти мощи на обозрение умерший возвратившийся в прах хотел ли этого если бы даже хотел он сам этого выполнить не мог бы поэтому ответственность падает на исполнителей в крематориях сотрудников мавзолея как противников воли божией на тех кто расчленяет тела на надобности свои на антиминсы на мощевики православная церковь строго запрещает кремацию и оказывает даже и отказывает даже в отпевании таковым но она сама но она сама точно так же противится божьему приговору сохраняя мощи и не придавая их земле индонезию называют страной без кладбищ там мертвеца раздевают и на высоких плоских крышах оставляют на носилках и недалеко зажигают сырую солому чтобы густой дым был виден далеко слетаются привыкший к такой тризни кондоры грифы и остаются только кости которые потом сжигают это тоже не по наказу божию в прах возвратишься а Продолжение следует...